Здравствуйте, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики! Рад на встрече с вами. Как обещал, сегодня я хочу высказать свои соображения по части той конституционной реформы, которую предложил вновь президент Токаев, с которым он обратился к народу Казахстана в своем послании 1 сентября этого года. Ожидание народом Казахстана послания президента сменилось на тревогу и ожидание чего-то неизвестного, названного президентом страны чем-то новым, кто от этого выигрывает и выиграет в конечном итоге. Пока народу непонятно, естественно, возникает своего рода тревожное ожидание. Ну, как понимаем, Токаев ничего нового не придумал, он даже разочаровал граждан Казахстана, поскольку... Ну, дальше мы рассмотрим все его предложения. Я думаю, что Токаев сейчас такой же путь проводит по отношению к народу Казахстана, как проводил Назарбаев. И хочу сказать, что понятно только одно желание нынешнего президента хоть на какой-то короткий срок продлить срок пребывания на должность президента, поскольку он еще не решил своих личных вопросов и вопросов у ближайшего окружения, родственников его. Почему я говорю, чтобы приблизить хотя бы на какой-то срок, ну, сегодня, мы говорим, три с половиной, а если он как-то... года как он исполняет обязанности президента страны, а до конца года это будет уже четыре года, и к этим четырем годам добавят еще семилетний цикл, который он предлагает следующий действующим за этим циклом при условии изменения Конституции, это, получается, уже будет править одиннадцать лет, если его изберет народ Казахстана. Вот в этом самая главная фишка. Я прекрасно понимаю, что с учетом тех дел, которые сегодня творятся в Казахстане, и особенно январских событий, уровень доверия народа Казахстана к действующему президенту с каждым разом все становится ниже, ниже, ниже и ниже. И, наверное, Токави замерил температуру в обществе по отношению к своей персоне и понял, что при такой динамике снижения популярности Тукаева в народе Казахстана к 2024 году его уровень будет настолько низок, что он, конечно же, на второй срок не изберется. И поэтому появилась такая идея перейти на новую форму правления президентскую и двигаться дальше. В этой связи совершенно непонятно, почему и для чего проводили мы референдум, включили весь народ Казахстана в такую орбиту, понесли такие денежные и финансовые затраты. И все это, получается, никому не нужно. И мы теперь заново будем все эти вопросы двигать. Почему? Если парламент мы избрали буквально не прошло еще и полгода, и теперь необходимо снова измирать парламент, если у президента срок действия его полномочия еще практически два года должен продлиться, длиться, так почему его сокращать? В этом я усматриваю еще раз только один единственный вопрос. И что удивительно, когда Токаев говорил о референдуме, он конкретно сказал, что я лично не собираюсь какие-либо изменения вносить, не буду, даст Бог, если изберут президента в не более двух сроков. Я еще раз подчеркиваю, что прекрасно понимает он, что кредит доверия народа Казахстана к Токаеву постоянно снижается. Ну, самый главный вопрос, это, конечно, январские события. События, которые потрясли весь Казахстан, да весь мир практически потрясли эти события, поскольку впервые в истории глава государства пригласил вооруженные силы другого государства для того, чтобы справиться с теми, кто выражал свое недовольство в Казахстане, но назвав их террористами, и в дальнейшем правоохранительные органы доказывают, что все эти люди были действительно террористами. Ну, я думаю, что если бы у Токаева была возможность объявить, что же произошло конкретно в январе месяце, и если бы он правду сказал людям, какова участь или каково значение в этих всех событиях родственников Нурсултана Назарбаева и самого Нурсултана Назарбаева, и был ли сговор, то если Токаев ни в чем не причастен по отношению к сговору, то его бы авторитет поднялся до небес, и народ бы его носил на руках, и следующие выборы он бы прошел без сучка, без задоринки. Но, видимо, под страхом смерти ему запретили говорить об этом, и он попал в цейтнот, откуда он лихорадочно хочет, делает попытки выйти. Ну, как я уже сказал, что Токаев ничего нового не придумал. Не зря в народе говорят, что все новое, это хорошо забытое старое. Токаев не постеснялся воспользоваться тем, что уже было, при этом преподнесят как нечто новое, прогрессивное, что послужит триггером политической и экономической жизни нашего государства и нашего общества. что это? Уверенность в том, что уже нет живых, которые помнят, что происходило несколько десятков лет тому назад? Или Токаев настолько уверен, что, чтобы он не взрек народ Казахстана, это все примет за чистую монету и утвердить все эти вопросы? Ну, надо знать, конечно, историю. В первом восьмилетнем плане это в аналогии семилетний срок правления президента заговорил Никита Хрущев, когда он вместо пятилетнего плана придумал семилетний план развития в 1859-1865 годы. Но в истории нашего государства Нурсултан Назарбаев тоже использовал принцип семилетнего правления. Всем известно, что Конституция Казахстана 1995 года, которую принял Нурсултан Назарбаев, она была слизана в большей части с французской Конституции. Во французской Конституции в то время была записана норма срока действия президента избранного семь лет. Но Султан Назарбаев, боясь того, что свежи были в памяти дебаты при принятии Конституции 1993 года, он побоялся вносить поправку продленного срока действия до семи лет для того, чтобы получить хотя бы самый главный вопрос перевод страны с парламентской формы управления в президентскую форму управления Конституции 1995 года. И он добился своего, но он бы не был Назарбаевым, если бы не применил ту норму, которая действовала во Франции. И мы помним, что в одном из своих изменений Конституцию, которую вносил ему Султан Назарбаев, он не применил воспользоваться этим действующей во Франции нормой Конституции и внес в нашу Конституцию семилетний срок правления президента. К его, так сказать, неудовольствию Жак Ширак, будучи президентом Франции в тот период времени, вдруг принимает решение и отказывается с семилетнего срока, поскольку это была практически единственная страна, которая срок действия президента был семь лет, и перешел на пятилетний срок правления. Но вместе с тем у Султана Назарбаев очередной из поправок вновь возвращается к пятилетнему сроку правления. И у меня в этой связи сразу возникает вопрос такой, для чего нужна была вся чехарда с этими выборами, как правило, неочередными, кстати сказать, за 30 лет правления на султана Назарбаев только одни выборы были проведены в сроке действующей Конституции, все остальные выборы были внеочередными. И теперь Тукаев нам предлагает вновь внеочередные выборы, и он говорит доводы, послушайте, мы должны твердо следовать курсам реформ и обновлений, исходить от долгосрочных интересов страны, сохранять набранный темп реформы, не откладывать вопросы в долгий ящик, посмотреть, какие громкие слова, и все это просто чушь собачья, извиняюсь за выражение. Мы должны выстроить новые электоральные циклы. Для чего? Выборы президента должны состояться в 24-м году, парламента в 25-м, провести выборы президента до конца 22-го года, а парламента до середины 23-го года. Как он говорит, жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем. Кто увидел это ускорение общественного развития внутри страны, какие глобальные процессы общественного развития двигаются в нашем обществе. Они оторвались от жизни уже новое руководство страны. Предлагаемая так называемая кондиционная новелла снизит риски монополизации власти. Предложил Токаев и применить норму однократности президентства. Но если грамотно выражаться, отбросить всю эту мишуру, которую я вам зачитал, это словесный понос президента Токаева, то необходимо выстроить мощную систему сдержек и противовесов. И эта система сдержек и противовесов она не позволит никому зрубировать власть. И все будет двигаться в соответствии с действующей Конституцией. Но действующая Конституция не учитывает тех предложений, которые высказал народ и активисты. И Токаев проигнорил включить повестку референдума эти вопросы. Ну, первое. Говорили, что Конституцию изменять можно только на референдуме. Сегодняшняя наша Конституция позволяет президенту принять решение, если он так захочет, вынесет на референдум, не захочет, вынесет в парламент. Я думаю, что Токаев как раз хочет этой лазейкой воспользоваться, чтобы не вносить на референдум вновь, а поручить парламенту рассмотреть предложение президента по внесению изменений в Конституцию, однократность избрания президента, срок действия президента семилетней и так далее. Необходимо обязательно закрепить в Конституцию норму, что все вопросы, связанные с изменением Конституции после принятия даже парламентом решения вносится на референдум в Казахстане. И тогда никакая поправка, которая будет по желанию того или иного нового президента вноситься, не будет приниматься кулуарно. Второй вопрос, который требует изменения в Конституции, это обязательно дополнение, изменение границ, передача каких-то территорий тому или иному государству, обязательно должно рассматриваться на вседородном референдуме. И в данной ситуации должно быть конституционное большинство рассмотреть, чтобы не было таких кулуарных решений. Назарбаев Токаев дал Такаеву команду, Токаев подписал 100 тысяч квадратных километров земли ушло Китаю. Необходимо заниматься системой, которая не позволила менять Конституцию каждый раз под нового президента. Он считает необходимым приступить к комплексу перезагрузки ключевых государственных институтов в соответствии с новым циклом, что позволит активизировать нашу работу во имя благополучия каждого казахстанца и процветания нашей страны. Ну опять видите, какие громкие слова уже заговорило каждому казахстанцу и в целом о стране. хотя все действия сегодня, которые ведутся в Казахстане, говорят об обратном, обновленная Конституция оказывается задает совершенно новые стандарты политической системы с учетом проведения честных открытых правил игры. Процедура регистрации значительно упрощена, заработают новую механизм формирования парламента маслехатов партийным списком и по дно мандатным округам. Господин Такаев, вы оторвались от власти. Закон, который вы приняли по упрощенной регистрации политических партий, он стал еще хуже. За это время не было зарегистрировано ни одной политической партии. и сейчас специально все это сдерживается, поскольку выборы будут проведены президента до конца этого года по предложению Тукаева, и никто не успеет из новых политических партий, которые будут зарегистрированы, принять участие в президентских выборах. Это лазейка такая Тукаева по данному вопросу. Мало того, еще эти все поправки или, как он выразился, институционные изменения, они должны пройти до конца этого года, а парламент должен быть избран до середины следующего года. Значит, эти политические партии, даже если не будут зарегистрированы в этом году, а правила игры будут разработаны только до конца этого года, они уже не успеют участвовать в том электоральном цикле выбора нового парламента. Тогда о чем мы говорим? О какой новой волне? О каких новых депутатах мы говорим, которые будут избираться в партийном списке по мандатным округам? Это опять профанация, это опять обман, это построение справедливого Казахстана, как выразился Тукаев, только начинается. Это курс незыблем и будет преодолен при любых обстоятельствах, как внешних, так и внутренних. Бездельничею, ни саботажа, места не будет, мы не свернем с намеченного пути. Намеченного пути чего? Тукаева или народа Казахстана все-таки? И вот все эти мысли, все предложения Тукаева навевают на одну мысль, что Тукаев, осознавая, что все аргументы являются ложными, я вам сейчас доказал, что они действительно являются просто профанации, но он их все равно использует в мотивации и оправдании своих поступков. Вы понимаете? Желание избраться на следующий срок, и этот срок должен быть непременно семь лет, чтобы Тукаев мог править двенадцать лет в общей сложности, значит, он просто-напросто лицемер. это на грани преступления, можно сказать, главы государства по отношению к народу Казахстана. Навязывание, проталкивание своей выгоды, только своей выгоды, народ Казахстана ничего не выигрывает. И следующий момент хотел бы, я специально не коснулся экономических вопросов, потому что там даже стыдно что-либо обсуждать, но один главный вопрос, который не дает мне покоя, как технократу, как специалисту в инженерных сетях, обеспечениях. Две трети электрических сетей по своей протяженности, как выразится в таком своем послании, сегодня являются аварийными. Вы представьте только себе. Это катастрофа в государстве. 57% тепловых сетей сегодня находятся в аварийном состоянии. Более 50% водопроводных сетей находятся в изношенном состоянии. В любой момент Казахстан может остаться без электроэнергии, без тепла, без воды. А он дает поручение правительству в ближайшие год-два как минимум на 15% сократить. На 15% сокращать нужно. А если эти сети действительно изношены и сегодня является такой бешеный износ, необходимо срочно разработать график замены этих сетей и в аварийном порядке привести в соответствие, найти финансирование, привлечь финансирование, а не делать дешевые трюки, тариф взамен ваших инвестиций, это еще будет длиться 10-15 лет как минимум, потому что ни у кого из этих собственников сегодняшних сетей свободных денег нет, никто кредиты не даст и должно государство залить на свои плечи все эти процессы. Вот, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, коротко я вам довел, какую цель преследует Тукаев, вводя вот эти изменения в Конституцию, необходимо ни в коем случае не соглашаться с этими изменениями, а пойти принципиально на те конституционные сроки, которые сегодня действуют, парламент избрали в этом году, в 25-м году, он должен быть переизбран, президента избрали в таком-то году, в 24-м году он должен быть переизбран, а этот срок предоставить и потребовать от правительства, от президента страны, разработать новые правила игры, еще раз пересмотреть вопросы регистрации политических партий, общественных движений, для того, чтобы могли зарегистрироваться и получить какой-то опыт работы, хотя бы год-два, эти политические партии должны набраться силы, в противном случае опять те же самые партии, опять те же самые эти прохиндеи будут заниматься этими вопросами, то Каев сознательно идет на это, и причем как лицемер, обманывая народ Казахстана, понимая, что его доводы являются ложными, но вместе с тем он их продолжает засорять мозги гражданам Казахстана. На этом я заканчиваю. Уважаемые друзья, подписчики, не забывайте ставить лайки по YouTube, чем больше будет лайков, тем больше будет информации, чтобы народ обращал внимание на это сообщение. До новой встречи, до свидания. подсчет и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...